Привет! С вами Майк Гибсон. Программа «Москва. Лучший город Земли». Впереди у нас два жарких столичных выходных дня. В этом выпуске мы расскажем вам, куда сходить, что посмотреть и как провести отлично время в эти прекрасные московские летние дни. Не переключайтесь! Сегодня в программе. Яркие краски и незабываемые ароматы. В Москве начался фестиваль «Цветочный джем». На гребне волны. Где в столице России можно заняться вейксёрфингом? Как в Москве отмечают День военно-морского флота. В конце июля в Москве происходит самый главный летний фестиваль города – «Цветочный джем». Мы сейчас находимся на Манежной площади в самом центре российской столицы. Только посмотрите. Здесь целый город из цветов. Для создания такой красоты в Москве специально привезли около ста тысяч растений. «Цветочный джем» – это необычный и очень популярный среди москвичей фестиваль декоративных растений и садового искусства. Тема фестиваля в этом году – тропическое лето. В это время на улицах города можно увидеть огромные впечатляющие цветочные композиции. Каждая фестивальная площадка – это результат многодневного труда команд флористов и ландшафтных дизайнеров. Даже кафе похожа на сказочный дом. Есть цветы на крыше. На создание этой композиции авторов города цветов на Манежной площади вдохновил дубайский парк «Миракл Гарден». Фантастический оазис в пустыне. Ммм, это петунья в святиродном Южной Америка. Такое интересное дерево. Отличное место для селфи. Мы получаем колоссальное удовольствие. Здесь такая красота. Мы в восторге. А то все москвичи к нам едут в Питер. Теперь мы на Уверды приехали в Москву погулять. Атмосфера очень дружелюбная. Все очень позитивно настроены. Люди улыбаются. Солнце. Мне кажется, что сегодня прекрасный день для замечательных путешествий и прогулок в том красивом месте. Все приходите, гуляйте. Выходите из домов, наслаждайтесь красотой. Очень красиво, ярко. Мне очень нравится. Во время фестиваля у стен Кремля выросли более полумиллиона золотистых колосьев и маков. Только посмотрите. Наслаждайшее русское поле в центре Москвы. Мммм, такой аромат. Здесь представлен редкий сорт злаков – тритикали. Гибрид ржи и пшеницы сорта немчиновский. По мнению агрономов, за этой культурой будущее. Ее хватит, чтобы накормить весь мир. А пока это отличная локация для фотосессий в стиле кантри. Висячие сады с настоящими лианами в самом центре Москвы. Экзотическая экспозиция установлена на Кузнецком мосту у знаменитого магазина «ЦУМ». Нам безумно понравилось. Мы еще не успели погуглить, посмотреть, что это за выставка ландшафтного дизайна. Но мы зашли, кувшиночки, орхидеи пофотографировали. Очень классно. И вот теперь такие все наполненные. Едем домой. Москва – самый большой город России. И здесь можно много чего увидеть. Мы здесь с проездом. Мы живем в Карелии, в Петрозаводске. Десятый регион. Да, и мы решили не упускать возможность. Приехали сюда. Мы давно не были на Красной площади, когда мы были здесь. Последний раз 13 лет назад. Максим у нас был еще в колясочке. Один годик. Маришка у нас первый раз попала на Красную площадь. Конечно, мы под впечатлением, потому что ты идешь по этой брусчатке. Ты понимаешь, что это такое историческое место. Оно такое прям ресурсное. Все очень красиво. Нас впечатляет, потому что в нашем городе нет такой архитектуры. И хочется детям это все показать, напитать их этой культурой. В эти летние дни в Москве проходит огромное количество яйца. и ярмарок, на которых можно купить свежие ягоды и фрукты. На одной из таких площадок наша съемочная группа встретила популярного певца Сергея Жукова. Он предлагал гостям оценить на вкус карельскую клубнику, которую выращивает на своей семейной ферме. А почему вы решили вот так делать? Просто хочется, чтобы вкусные товары были. Вау! Они реально очень вкусные. Супер! В отличие от будней, в выходные дни в Москве никто никуда не спешит. Люди гуляют целыми семьями, наслаждаются прекрасной летней погодой и атмосферой города, посещают выставки, музеи и театры. Москва – самый театральный город в России. Здесь работают около 200 театров. И, конечно, самый известный на весь мир – Большой театр. Для того, чтобы не потеряться в огромном перечне развлечений, которые предлагает летняя столица России, на официальном сайте мэра Москвы есть раздел «Афиша». И это настоящий гид по всем развлечениям города. Список идей, как весело использовать провести выходные в Москве, впечатляющий. Здесь можно найти расписание спектаклей, концертов, мероприятий для детей, различных мастер-классов, обзорных экскурсий и гастрономических фестивалей. Или, например, купить билет в музей. Наша съемочная группа воспользовалась как раз такой услугой и приобрела билеты в музей одного из самых популярных русских писателей. В этом доме, на садовом колце, находится знаменитая, нехорошая квартира, на которой жил Михаил Булгаков. Пойдемте внутрь. Знаменитая квартира номер 50, описанная в романе «Мастера Маргарита», находится в шестом подъезде на пятом этаже. Граффити на стенах с текстами и сюжетами книги тут начали появляться задолго до создания музея. Это очень популярное место. Во время экскурсии по музею посетители могут узнать историю этой коммунальной квартиры, которую знаменитый русский писатель называл «проклятой». В одном из рассказов под названием «Самогонное озеро» он приведет формулу жизни человека в коммуналке. Написал, что тот, кто проживет в коридоре коммуналки номер 50 хотя бы полтора года, в жизни больше ничему не удивляется. Можете обратить внимание на фотографическую карточку. Это Анна Федоровна Горячева. Это соседка Булгакова в этой квартире, которая послужила одним из возможных прототипов для как раз Аннушки Чумы из романа «Мастера Маргарита». Это была соседка Булгакова в этой коммуналке, с которой найти общий язык было достаточно сложно. Когда я первый приехал в Россию, это было 30 лет назад. Я тоже жил в коммунальной квартире, в Питере. Поэтому атмосфера здесь мне очень знакома. Квартира номер 50 стала первым московским жилищем Булгакова. Здесь вместе со своей женой писатель прожил три года. Образ этой квартиры затем будет появляться во многих произведениях Булгакова. Здесь у нас собрана мебель. Она уникальна тем, что как минимум она принадлежала писателю. Вот эти два кресла, настенный шкафчик, шкаф «Монашка», напольное зеркало, тудероб. Ну и самый центральный предмет здесь – это как раз секретер, за которым Булгаков будет работать в 1934 году. Напишет за ним от руки роман «Мастер и Маргарита», написает роман «Записки покойника» и много-много других произведений. Я вижу много интересных плакатов. Что такое? Дело в том, что в коридоре размещены плакаты по первым опытам восприятия творчества Булгакова в советском кинематографе. Здесь вы можете увидеть плакаты, связанные с экранизацией поэмы Гоголя «Мертвые души». Только это не совсем Гоголь, грубо говоря, это инсценировка, которую Булгаков на основе этой поэмы создал для художественного театра, и затем она легла в основу экранизации. Здравствуйте. А нет, Михаила Феносеевна, с неким. До свидания. Музей Булгакова пользуется большой популярностью, и посетителей тут всегда очень много. В выходной день здесь проходят десятки групповых и индивидуальных экскурсий, так что лучше покупать сюда билеты заранее. Меня впечатляют пока что интерьеры, какие-то детали старинные, в которых есть своя эпоха, своя жизнь, которые переносят в те состояния, в те времена, чтобы узнать, наверное, личность писателя более глубоко. Пока что посетили всего пару залов. Узнаем о семье, о том, что были братья, где они были, как. Только пока что впитываем, наверное, вот эту вот обстановку и будем двигаться дальше. Посещаем мы, исходя из собственных желаний, из того, что вообще очень люблю просто гулять по Москве и замечать какие-то где-то музеи, где-то выставки, и попадать туда. Но билеты приобретали на МСУ, и там, в принципе, содержательное количество экскурсий, какие экскурсии, что там не представлено. Очень удобно для обычного посетителя, для обычного жителя Москвы. Очень удобный сервис. Я просто обожаю мастера Маргариту. Очень хотелось проникнуться атмосферой в этой нехорошей квартире. Здесь очень много всего интересного, очень много интерактива. Можно посмотреть, походить, что-то даже потрогать можно. Атмосфера присутствует, антураж. Очень здорово. Я решила прочитать пару его произведений, в частности мастера Маргариты. Я решила, что нужно посетить место, где он жил, творил, и где были все события, которые описаны в романе. Посетив музей Булгакова, можно продолжить знакомиться с историей Москвы и ее жителями. Летом в выходные особенно популярны пешеходные экскурсии по городу. Они проходят по разным маршрутам в зависимости от темы путешествия. Кремлевский берег застраивается сплошняком. Земля перекупается друг у друга. Растут усадьбы, палаты, следом дворцы, особняки. Наша съемочная группа присоединилась к одной из таких познавательных прогулок. Ее проводит Светлана Килина, автор экскурсионного проекта «Москва в сердце». На данный момент у нас 121 маршрут. Есть экскурсии прогулочные, летом по улицам. Есть экскурсии с посещением каких-то знаковых московских достопримечательностей. Таких, как сталинские высотки, институты, исторические объекты с интерьерами. Это всегда пользуется огромным спросом. Сегодня Светлана проводит двухчасовую экскурсию по одному из самых старых районов Москвы. за Москворечью. Боже мой, за Москворечью такое место, где каждый поворот – это история. Невероятное количество храмов, старая историческая застройка. Эти места упоминаются, начиная с 14 века, поэтому, конечно, история длинная и богатая. По сохранившимся улицам Старой Москвы можно гулять часами и каждый раз открывать для себя что-то, новое. Старинные церкви, дома, фонтаны и усадьбы поражают своим разнообразием и необычной архитектурой. Центр туристического притяжения в Замоскворечье – Кадашовская Слобода. Это памятник средневековой Москвы, одно из самых старых и больших поселений в городе. Несмотря на пяти вековую историю, этот район сохранился практически в своей первоначальной древней планировке. В центре Кадашовской Слободы находится жемчужина Замоскворечья – храм Воскресения Христова, построенный в 17 веке. Удивительное место с богатственной историей. Но обязательно приходите. Светлана всегда рассказывает с такой любовью и так вдохновляет на прогулке по городу. Конечно, очень понравилась и смотровая, и храм, и так по-новому заиграла история этого района лично для меня. Мне очень нравится, очень интересно, познавательно. Очень много для себя открываешь, и постройки домов, и храмы. Мы каждый день проходим мимо уникальных вещей и не замечаем очень многих элементов, каких-то вот мелочей и роскошных вещей, в которых просто так не попадешь. И все это хранит удивительную историю, удивительную энергетику. И, конечно, мне кажется, это прям грех – жить в этом городе и не знать ничего о нем. Очень нравится, очень интересно. Даже вот сейчас отвлеклась, и боишься что-то упустить в какой-то момент. Очень насыщенно, очень интересно. Я люблю короткие экскурсии, такие вот небольшие, например, в Суздаль, еще куда-то однодневные. Да, в общем-то, информации много, интересные новые места и не устал. Вот сейчас тот случай, когда насыщенно. То есть экскурсия вроде бы короткая, но информации достаточно. Если вы устали и по чему еще хочется, можно взять в аренду велосипед или самокат и проехать по улице Москвы. Воспользоваться комфортабельным московским общественным транспортом для путешествия по городу – тоже неплохая идея. Очень удобно, можно проездить с карточкой. Из окна электробуса можно увидеть настоящую туристическую Москву, проезжая по ее старинным улицам и площадям. Так что усаживайтесь поудобнее у окна и наслаждайтесь архитектурой и красотой этого прекрасного летнего города. Это очень удобно ездить на московском транспорте. Каждый последний воскресенье июля отмечает День военного морского флота. В это время в горе проходит много праздничных мероприятий. С самого утра ветераны флота и действующие моряки собираются вместе во всех уголках Москвы, чтобы отметить свой профессиональный праздник. Одно из любимых и традиционных мест встречи – парк Горького. Я всегда мечтал отметить в Москве, именно в парке Горького. Именно здесь. Я думаю, или в Петербурге, или здесь. Ну и в Севастополе еще есть. Вот таких три знаковых места. Сегодня я впервые приехал в парк Горького, чему очень рад. Чтобы отметить свой профессиональный праздник, моряки по традиции встречаются в московских парках, скверах и у фонтанов. Многие приходят сюда целыми семьями. Скажите, пожалуйста, где вы служили? Я служил на Тихоокеанском флоте с 1986 по 1989 год. А вы каждый год отмечаете? Да, да, да. У меня традиция. У меня то, что сейчас на мне, это та форма, с которой я пришел с военной службы. Это до сих пор и 35 лет уже этой форме. Это флаг с моего корабля, да, с большого противолодочного корабля адмирал Спиридонов. Мы в этом году первый раз в парк Горького приехали с женой. А так я на даче. Поднимаю флаг. У меня есть там ринда. Отлично. Да, я отбиваю склянки, одеваю форму полностью. У меня полностью военно-морская форма. Вот. Со знаками отличия, со знаками за боевой поход, со значками. Вот. Отличник ВМФ, как было в СССР. Так что мы с женой и с друзьями празднуем День военно-морского флота уже вот на протяжении там многих-многих лет, да. Почувствовать себя немного моряком в парке Горького может любой желающий. Речные прогулки на теплоходе по центру столицы. Москвичи очень любят водные прогулки на речных трамвайчиках. Смотрите, сколько здесь людей. Это очень популярно. Москва – это планета. Это большая звезда, которую надо изучать. Вот те, которые хотят приехать и получить максимум из Москвы, им надо к этому готовиться. Жаркие летние выходные – это лучшее время в Москве для прогулок в парке и для отдыха на свежем воздухе. Так приятно сидеть на набережной с чашкой кофе. Парк искусств Музеон пользуется у москвичей большой популярностью. Это не просто место для прогулок и отдыха, а еще и самый большой в России музей скульптур под открытым небом. Здесь же располагается одно из зданий знаменитой Третьяковской галереи. Это один из самых популярных фонтанов в Москве. Его любят и дети, и взрослые. Я весь мокрый! И сейчас мы отправляемся на большую воду. Итак, мы приехали в Истрогенов. Здесь прекрасное место для того, чтобы познакомиться с вейксерфингом. Я иду перерываться. Этот район на северо-западе города считается одним из самых спортивных. Здесь протекает Москва-река, поэтому тут особой популярностью пользуются водные виды спорта. В Строгинской пойме учатся кататься на вейксерфе и вейкборде новички, а также тренируются опытные спортсмены. У нас проводились этапы чемпионата мира, приезжали все топовые райдеры, американские, европейские, то есть такая большая серфовая семья. Поэтому, ну, то есть, как бы ни было удивительно, но Россия – это одна из наиболее развитых стран с точки зрения вейксерфинга. Я никогда не катался на вейксерфинге. Я немного волнуюсь. Но мне помогает мой инструктор Илья. Все будет отлично, получится. Скажи, пожалуйста, что здесь? Это серфинг. Такой же серфинг, как на океане. Доска, большие финны. Мы сегодня попробуем это сделать на реке. Самое главное – это что? Самое главное – это расслабиться, почувствовать себя на воде, с ней слиться, почувствовать единение, и тогда все получится. Супер! Ну что, пробуем? Да, попробуем. Прекрасно! Первым на вейксерф встает Илья, чтобы показать, как правильно на нем кататься. А наш ведущий, вслед за инструктором, должен будет все повторить. Катер, за которым следует серф, формирует необходимую для катания волну. В катере есть специальное устройство, которое волну переключает справа налево, делает ее больше, меньше. То есть это такое очень сложное устройство. И вообще настройка волны для райдера – это отдельный вид искусства. Сначала инструктор помогает нашему ведущему отработать основные приемы катания в лодке. Раз, два, три. Встаем. После того, как первые инструкции получены и базовые приемы катания отработаны, наш ведущий готов выйти на большую воду и первый раз в жизни прокатиться на бейксерфе. Раз, два, три. Руки прямые, Мать! Прямые руки! Поздно. Руки прямые! Смотришь на берег! Давай! Руки прямые! Давай! 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 Несмотря на некоторые сложности, которые обычно возникают у новичков, Нашему ведущему в результате удалось покорить непослушные волны и покататься на вейксерфе в одном из самых живописных уголков Москвы. Вот и молодец! Спасибо! Все получилось! Здорово! Это хороший фактор! Это очень хороший фактор! И улыбка! И улыбка! Конечно! В следующий раз поедем без Павла. Хорошо! Я тебя поздравляю! Молодец! Очень круто! Спасибо! Это были очень интересные и приятные выходы. Как вы видите, чтобы отдохнуть, совершенно не обязательно приезжать на море. Привезти лето в лучшем городе на Земле. Это всегда хорошее решение. С вами был Майк Гибсон. Увидимся в следующий эфир. Пока! 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...